Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оона, идущей Иисуса по пути, речей некий к Нему. Иду по Тебе, амжащий идиши, Господи. Речей Моисус, лиси язвенные имут, и птицы небесные гнезда. Сын же человеческий, не имать где главу подклоните. Речей же ко другому, ходи вслед мне. Он же речей, Господи, повели Мишет прежде погребсти отца моего. Речей же Моисус, остави мертвый погребсти своя мертвецы. Ты же, Шет, возвещай Царствие Божие. Речей же, други, иду по Тебе, Господи. Прежде же, повели Ми, отвещайте Мися ежесудь в дому Моем. Речей же к Нему Иисус. Никто же, возложь руку свою на ралу, и зря вспять. Управлен есть в Царствие Божие. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня суббота, 30 ноября, и мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 9, то есть 57 по 62 стих. Но сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Случилось, что когда Иисус был в пути, некто сказал Ему, Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал Ему, Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. А другому сказал, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволь Ми прежде пойти похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал Ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а Ты иди благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал, Я пойду за Тобой, Господи, но прежде позволь Мне проститься с домашними Моими. Но Иисус сказал Ему, никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Вот такие евангельские строки в сегодняшний субботний день мы слышим. Господь находился среди людей, большей частью не избегал народа. Для всякого был открыт. Видим, что у Христа были ученики, кто-то из них стал апостолами, всегда был рядом со Христом, служил Ему. Многие из них в итоге стали теми, кто Богу содействующий, изменили весь мир, всю историю человеческую. Часто, читая Евангелие, можем задаваться таким вопросом, что же было в этих людях, что было особенным, почему они стали апостолами, другие не стали, почему Господь именно их выбрал, что за этим стоит. Какое-то предопределение Божие, какое-то такое заранее, что ли, все просчитанное Богом, и теперь вот эти люди должны были стать. Нет, наша вера говорит о том, что Бог создал человека свободным. Свободным настолько, что зачастую Бог не вмешивается в свободу. Человек пользуется этим даром Божиим, чаще всего пользуется во вред для себя, но Господь дозволяет ему, опять же скажем, его свободу. Мы не роботы, мы не марионетки в руках Бога. У нас всегда есть выбор между тем и тем, между добром и злом, между жизнью, между смертью. Также вот здесь, чтобы стать учеником Христовым, человеку в первую очередь нужно было самому для себя это захотеть, решиться. Вот сегодня мы, в общем-то, об этом читаем. Видим, что Господь был на пути, и некто сказал ему, Господи, пойду за тобой, куда бы ты ни пошёл. Что здесь видите? Видим желание человека быть со Христом. Причём, смотрите, пойду за тобой, куда бы ты ни пошёл. Казалось бы, заявление достойно всякого уважения. Немного людей найдётся, которые бы вот так же сказали, что всё оставлю, пойду за Христом, буду всегда вместе с Ним. Часто бывает у нас такое желание, подумать, доводим ли мы его до какого-то завершения, до какого-то результата. Не доводим. А почему так? Ответ в сегодняшнем в ангельском чтении также находится. Смотрите, что Спаситель сказал тому человеку. Лисицы имеют норы, и птицы небесные, и гнёзда. А Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. Для чего это было сказано? К чему? Вроде бы. Здесь есть два объяснения этих слов. Первое таково, что, возможно, этот человек, подошедший ко Христу, разделял распространённое мнение иудеев о том, что, когда придёт Мессия, устроит на земле своё царство, то царство будет таким вот внешним, материальным, царством земным. Да, это будет праздник, это будет наслаждение, это будет богатство, слава, честь и прочее, что часто люди для себя считают синонимами счастья. Возможно, этот человек так же считал, что вот если я стану учеником Мессии, то когда он себя, наконец-таки, назовёт царём, сначала иудейским, а потом постепенно все народы ему подчинятся, то тогда, будучи учеником его, я смогу занять одно из ключевых мест в этом новом царстве. Знаете, так войду в кабинет министров, скажем. Вот или ещё как-то. Опять же, состояние, ну, знакомое для нас. Мы видим, что люди по сей день, и, наверное, до конца времени, будут искать вот этого, вот этих благ, власти, славы, богатства, удовольствий. Многим людям, опять же, как-то хочется считать, ещё раз повторим это, ну, признаками счастья, определениями того счастья, к которому все мы стремимся. Возможно, этот человек для себя считал так же. Но Господь ему отвечает, что, посмотри на меня, вот ищешь каких-то благ земных, но посмотри, обещаю ли я это кому-то, даю ли я это кому-то из своих учеников. Что даже, вон, лисы, норыми, птицы небесные гнёзда, вот, а у меня ничего нет, у меня нет своего дома, у меня нет своего хозяйства, у меня нет своих каких-то дел, которые приносили бы мне прибыль. Я бездомный, я нищий, я живу за счёт того, что люди вот так вот жертвуют добровольно, мне как проповеднику учения, потому что это было в традиции народа, в традиции того времени, что содержать учителя, если находились его ученики, это было обычно. Вот подумай, ты собираешься за мной, готов ли ты вступить на этот путь бедности? Я ничего не обещаю, я не говорю никогда о том, что кто пойдёт за мной, да, у того, каждому открывается счёт в каком-то особом земном банке, да, ему обещаются явства, питье и прочее, прочее. Нет, чего подобного. Вон мы ученики, айдут за мной, они порой питаются от того, что на ходу срывают колосья пшеницы, там вот и зерном вот этим молодым питаются. Никаких обильных трапез, никаких царских палат, даже не светит. Готов ли ты пойти за мной? А потом ещё такое объяснение, что Спаситель, видя сердце этого человека, указывает ему вот так, вот ему лично, говорит то, что у тебя в сердце лисы норы вырыли, и птицы небесный гнёзда свели. Говоря о том, что ты живёшь ещё во власти страстей своих, бесы являются хозяинами твоей души. А для меня, для Бога, там места нет, там мне негде голову преклонить. Так вот, опять же, ты собираешься стать моим учеником, а сможешь ли ты пойти за мной? Здесь с ним открывается необходимость очищения души своей, освобождения себя. Если хочешь быть с Богом, освобождайся. Без этого подвига, борьбы с грехом в самом себе, с Богом ты быть не сможешь. Мало веры, мало желаний, необходимо изменение тебя. Дальше ситуация. Другому сказал, сам Господь уже говорит человеку, следуй за мною. То есть, видим, да, уже Господь сам призывал, видя способность человека идти за ним, видя его и желание, видя, что сердце его, оно готово принять. И дар веры, да и благодать. А что человеку, мы говорили с вами, да, о свободе, что человек сам для себя выбирает. Тот говорит, что, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Нужное дело, нужное. Мы все должны заботиться о своих родителях до самого конца. И о том, чтобы как-то и в медсмерти где-то рядом находиться, и похоронить их. Нужное дело, назвал этот человек. Но нет ли за этим некого малодушия? Нет ли за этим некой попытки избежать каких-то трудностей? Как часто мы, зная о том, что как должен служить Богу, мы выбираем что-то менее важное, но для нас более легкое? Что вот, скажем, например, ну, самый распространенный пример. Просто человек, почему в храм воскресения не пошел? Ну, я вот работал, у меня какие-то дела, у меня там еще что-то. В субботу в баню ходил, не выспался потом, да, с утра не мог встать. То есть, видимо, то, что человек для себя выбирает что-то, кроме Бога, и тем самым лишает себя Бога. Он мог бы, но выбрал что-то другое. Так вот и здесь. Возможно, человек пытается, что ли, уйти от этого труда, от этого подвига ученичества Христова. Говорит, что позволь, я другое сначала сделаю. Но Господь сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благоистуй Царство Божие. То есть, здесь Спаситель опять же говорит, у тебя возможность сейчас начать служить. Ты не знаешь, какой ты станешь потом. И в этом плане любое промедление, ну, может быть, смерти подобно. Что ты сейчас отложил это дело служения Богу, но сможешь ли ты потом служить Ему? Да, нужное дело, если отец умер, похоронить его. Но это дело земное, всегда найдется, кто похоронит. Если ты сегодня от Бога отвернулся и не пошел за Ним, то ты потом можешь стать таким же мертвым духом и остаться, знаете, вот в этой своих мертвых заботах и мертвой суете. Еще другое сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возлыжавший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Здесь говорится о том, что для того, чтобы с Богом быть, необходима решимость, необходимо самоотвержение. Да вновь нам напоминается то, что кто хочет быть моим учеником, отвергни себя. Кто любит отца или мать, больше меня, не достоин меня. Кто любит семью, детей, еще что-то больше, нежели меня, не достоин меня. То есть, опять же, необходима ревность, необходимо самоотвержение. Невозможно, не допускается какая-то расхлябанность. Горение должно быть. Если этого горения нет, то действительно человек получается неблагонадежен для Царства Божия. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, читали мы Евангелие от Луки, главу 9, с 57 по 62 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!